Ага, вот она, Ёль. На этом месте должно было быть видео про что-нибудь другое, но нам надо поздравить. Да? Скажи, идите нафиг, я не согласна в этом участвовать. Но на самом деле Савата, может, и не согласна, а я за всеми ногами и руками за, потому что сегодня день рождения реабилитационного центра в Воронье гнездо, 18 сентября. Вот. Я в телеграме сейчас писала там поздравления и просто осознала, сколько уже прошло лет и как долго, оказывается, я знаю Веру Пахомову. Вот. Говорят, что мы же общались еще до того, как вообще даже задумка появилась такая про Воронье гнездо у Веры. Я даже и не знала, что она у нее появилась, а мы все познакомились и как и с Марией Маркиной, и там, и с Ксенией Сирина на сайте mybez.ru. Очень давно я там зарегистрировалась в 2004 году, и вот примерно где-то 2004-2010 мы, наверное, и познакомились. Здесь были общие встречи фурумчан. Вот. У Веры... Ёль, подержи листик, пожалуйста. Надо, очень надо. Я знаю, что возмутительно. Ну... Сова против. Вот. И столько лет прошло, а у них теперь целый, в самом деле, лишний реабилитационный центр. Я являюсь поручителем этого центра. Что бы это ни значило. Ну, я как бы рекомендую его, то есть, как бы, и являюсь человеком, который... Которому обычно посылают, то есть, есть какие-то вопросы, то есть, поскольку у меня, как мне кажется, и всем кажется, высокий коэффициент доверия. Вот. Я с удовольствием рекомендую это центр. К сожалению, конечно, хотя часто приходится отправлять туда людей, что значит, что часто птицы попадают в беду. Но вот так это происходит. И сегодня у центра день рождения. Я, честно говоря, не знаю, сколько им лет исполняется. Мне кажется, что они были всегда. На самом деле, этого, конечно, не было. Вот. Но благодаря стараниям Веры, её друзей, помощников, волонтёров и, несомненно, всех тех людей, которые поддерживают материально, то есть, донатами, пожертвованиями, это всё существует. И это всё воплощает вот мечты, как верены, так и мои тоже, в то, что птицам оказывается помощь, и будет дальше оказываться, и всё будет лучше, чем было раньше. Вот. И сейчас прям у меня такая ответственная ответственность вот рассказать про это. Я как-то не задумывалась никогда. Мне просто Вера написала, попросила помочь ещё распространить ссылку на сбор, на строительство больничного комплекса и жилого помещения для волонтёров в Вороньем гнезде. Я думала сначала, ну, надо, наверное, где-нибудь ссылку прицепить в описании, да и ладно, каком-нибудь видео, но решила снять видео целиком. Побеси в сову. А вот морожка бы помогла. Держи. Скажи, я подержала. Ой, ладно, Ёль. Короче, воронье гнездо с дыры. Кстати, это гусь из вороньего гнезда, Ёль. Ты хоть знаешь об этом? Да, ладно. Я его сюда посажу. Просохнуть, а то он влажные тросы. Ой, не буду больше мучить сову. Бесить. Не мучить, бесить. Она уже не знает, куда от меня деться. Но я рассказала главное. Я в описании оставлю ссылочки на саму группу ВКонтакте Вороньего гнезда, чтобы вы мало ли что кто-нибудь где-нибудь знал, куда можно обратиться за помощью, если вы найдете птицу дикую в природе, которой эта помощь будет необходима. И оставлю ссылочку на сбор средств на строительство больничного комплекса. Если кто-то захочет поздравить воронье гнездо не только словами, то это будет просто замечательно и чудесно. Вот. Так что сдрык рыч. Да, Ёль? Уже иди, иди. У них, кстати, сегодня, по идее, должен был быть стрим. Вообще он должен был быть еще вчера, в воскресенье. Но с Ютубом у них не получилось. Вроде был ВКонтакте. А в Ютубе мне Вера звонила, говорит, что делать? Я говорю, надо через ВПН. Но, видимо, ВПН не тянет по качеству интернета. Сегодня они попытаются снова что-то сделать. Я очень надеюсь, что стрим будет. Вот. Поэтому можете подежурить и посмотреть там что-нибудь интересное, если вдруг появится. Следите за новостями. А мне надо идти продолжать делать дела. Вот. Ёль, я тебе активное утро устроила, да? Все пошла. Красивая сала. Красивая сала.